Правительство и президент четко обозначило нашего зрейшего врага. Это алкоголь. Я бы добавил туда еще и банки, кстати. Но правительство и президент не смогли с ними справиться, а банки купили даже президентом высшего арбитражного суда. Ну ладно. Это, как говорится, отдельная тема. Сегодняшняя наша тема. Но не весь алкоголь, кстати, враг человеческий. Потребление его в некоторых количествах все-таки дозволено. А что не надо пить? Я бы не рекомендовал вам пить пиво вообще, а также остальные напитки, в которых присутствуют в больших количествах сахара. Но если же все-таки напились и не знаете, что с утра делать, вам надо обратиться за качественной и грамотной помощью. Качественная и грамотная помощь. Вот что мы вам показываем постоянно. Кто ее может вам оказать? Таких людей, кстати, немного. Но эти люди работают для вас. Одно из подразделений, которое мы постоянно показываем, это медицинский центр на строение. Она располагается на улице строителей и вот здесь, на Карла Маркса 115-2. Конечно, в идеале трезвое общество. Это абсолютно неосуществимая мечта. Общество разумное. Вот, пожалуй, наша цель. Кстати, сделать это в отдельно взятом городе проще, потому как здесь есть вменяемые средства массовой информации, которые без отвращения можно переваривать. В отличие от центральных каналов. Мы, естественно, вам говорим и говорим неоднократно, что пиво, реками разливаемое в России, пить просто нельзя, что 99% вин и водок в магазинах – это трава. Но нам закон о рекламе запрещает показывать качественные алкогольные продукты. А мы можем сегодня поговорить о цене здоровья, потому что существует ошибочное мнение, что лучше перетерпеть, лучше закрыть мужа, сына, отца или дочь, чтобы он кряхнул от давления или выпрыгнул из окна, чем обратиться к тем, кто реально поможет вернуть здоровье. Не секрет, что хорошая и качественная врачебная помощь денег стоит. Причем она стоит денег даже у того человека, который дает объявление по телевизору, снял похмельный синдром на дому. Кто-то первый раз попробовал, второй раз боится дорого. Похороны стоят дороже. Стоит ли экономить на своем здоровье? На своем здоровье экономить не стоит. Но похорон того человека, который экономит на своем здоровье, на него не влияет. Это близкие окружения, окружение его хоронит. А ему уже глубоко наплевать на то, что сколько там затратят. Вы знаете, конечно, здоровье, сохранить здоровье стоит очень дорого. Восстановить здоровье это еще дороже стоит. Мне, конечно, умиляет. Почему я прихожу, например, к часовому мастеру, и он мне говорит, давайте, вот стоит ваш, мой ремонт 500 рублей. И меня иногда до того не умиляет, не бесит. Нет, просто у меня, я не понимаю, почему человек, придя и услышав, что да, эта услуга платная, он говорит, ну зачем я вообще сюда пришел? Ладно, что это значит? Это, конечно, ну в последнее время начала меняться психология и восприятие этого. Потому что, ну вы знаете, наверное, сейчас вообще закон по второму чтению принят о переходе вообще на платную медицину. Человек должен платить за свое здоровье, это без сомнения. Медицинские центры настроения, а точнее медицинские центры настроения – это практически моментальная помощь в тяжелое время для того, кто понимает и страдает от того, что время – это деньги. При этом мучаясь от абстинентного синдрома, то есть от алкогольной интоксикации. А реально страдать-то и не нужно. Как и судорожно искать по телевизору или в газетке телефон того, кто решит проблему на дому. Вот ваш дом. На строителе 26 или Карломаркса 115-2. Это рядом и буквально в пяти минутах езды. Кстати, отдельные антинародные целители вам в вену льют коктейли аж из 12 наименований лекарств. Вы для пробы 12 приправ смешайте, что получится? Естественно, дерьмо. Так стоит ли его лить в ваш организм? Либо надо обращаться к профессионалам? Бизнесмены, руководители предприятий. Все они без греха, естественно. Все мы рано или поздно наступаем на те грабли, которые есть у каждого. Человек в тяжелом состоянии продолжает праздник, допустим. Пытается вывести себя. Но если это руководитель предприятия, он за день может заработать и 100, и 200, и 300 тысяч. Для него 3 тысячи получить в вашу услугу – это же копейки. Но вот это надо, по-моему, понять. Надо понять. Вы знаете, раньше-то кризисы, кстати, у нас взаимодействие было со многими промпредприятиями, коммерческими, в том числе и нашего города. Когда они, видя вот эту проблему, они звонили мне, говорят, Сан Саныч, такой замечательный сотрудник, профессионал своего дела, но неделю пьет, помогите. То есть отношение хорошее. Сейчас по-другому почему-то стало. Сейчас пьешь, иди отсюда, мы другого возьмем, подготовим. Но, знаете... По-моему, люди на дороге не валяются? Люди не валяются. Вот я сегодня инаугурацию слушал нового губернатора, мне понравилось Петра Ивановича Сумина наставление. Говорит, береги Челябинскую область и береги людей. Конечно, беречь надо людей. И пусть он профессионал, не профессионал, но это человек. Это наш россиянин, это наш гражданин, которого надо беречь, помогать ему. Но другое дело, Алексей, что если этот гражданин так ведет себя, что кажется, Господи, пропал бы ты куда-нибудь. Это, конечно, есть. Но это единица, кстати. Я тоже встречался с такими людьми, которым помогал, помогал этим. И оказалось, что я же виноват. Есть такие люди. Но еще раз повторяю, их очень мало. Это исключение из правил. В основном люди нормальные люди, хорошие люди. Так, каждый живет своими мыслями, заботами, переживаниями. У каждого проблемы, у каждого свой взгляд на жизнь. Но ты человек. Конечно, надо всем помогать. А можно помочь человеку и сделать так, что сегодня он не бей не менее кукареку, но тем не менее не похмеляется, хочет жить. А завтра он уже вполне дееспособный гражданин. Конечно, смотрите, вот в прошлый раз затронули тему алкогольной зависимости, алкоголизма. Смотрите, на третий день он другой совершенно. Он другой, он понимает, у него критическая оценка своего состояния. Он понимает, в каком болоте-то находиться. Проходит еще три дня, у него трудоспособность восстанавливается, у него мысли появляются. Он думает о будущем своем. Да, он переживает, да, конечно, что он натворил. Но на девятый день он уже это забывает, потому что мы выравниваем эмоционально его, аффективно его состояние. Конечно, он уже по-другому и на мир вдруг по-другому смотрит. Потому что, мы еще раз повторяем, наш центр, это специализированный центр, и наша задача, чтобы придет в депрессии или в какой-то зависимости человек, чтобы он не забыл, а чтобы он уже не был в этом состоянии и не старался в это состояние, больше не попадая. Ну, давайте сумму назовем минимального пакета услуг и полного лечения. У нас невротические расстройства, у нас от 9 до 10 тысяч стоит, это курс лечения в 12 дней. Алкогольная зависимость у нас в зависимости от методик стоит от 6,5 до 9,5 тысяч. Да, есть у нас имплантируем, вот эспираль мы имплантируем, подшиваем, да, это дорогое, ну, препарат, во-первых, дорогой, он около 5 тысяч стоит, это около 15 тысяч услуга у нас стоит. То есть до 15 тысяч. Наркотическая зависимость у нас тоже цена, оценка очень дорогая, но там оценка идет на месяц. То есть мы курс лечения в 17,5 тысяч, но это месячный курс, в течение месяца мы лечим. Игроманию в пределах 14,5 у нас курс лечения тоже месячный. Детей мы вот лечим, ну, у детей очень много проблем. У детей исключительно, к сожалению, много проблем. Конечно, там мы больше, более гибко подходим к этому лечению. И у нас и скидки есть на детское население, на возрастное население, то есть пожилых людей, пенсионеров применяем. От 5 до 10 процентов скидка у нас есть. И мы называем, что это не разовое лечение. Это не разовое, это комплексное лечение, да, комплексный подход. А там дальше включаем математику, то есть получается всего 500 рублей в день. Да, 500 рублей, да, мы на бензин тратим больше, чем на здоровье. Да, я всегда пациентам говорю, слушай, вот сколько ты на бензин сегодня за тысячу рублей. Я говорю, вчера сколько, тысячу, я говорю, ну, сразу, кстати, действует на человека. Да, сколько еще в магазине потратят, это совершенно другим. Да. Так что здоровье это доступно, грамотно и нужно.